Пятая часть населения Латвии подвержена риску бедности, сообщилось сегодня Центральное управление статистики. Евгения Копылова расскажет, кому в Латвии жить нехорошо. Сколько жителей Латвии не может себе позволить лишнюю чашку кофе или мяса на ужин, а сколько не могут оплатить все коммунальные услуги, а у кого нет никаких сбережений. Центральное статистическое управление подсчитало в 2019 году 407 тысяч человек. Это 21,6% населения, каждый пятый. По сравнению с 2018 меньше на 30 тысяч. Мы, конечно, рады, что хоть и медленно, но все же риск бедности уменьшается. Также важно, что уменьшилось число людей, которые не могут себе позволить 4 или больше необходимых вещей из 9. Это, например, приобретение долгосрочных товаров. При этом, если в целом риски бедности снизились, то у конкретных групп жителей наоборот выросли. К примеру, у семей с детьми. А у одиноких пенсионеров риск бедности очень высок. За чертой остаются трое из четырех. Отмечу, что вырос и порог уровня бедности. Если в 2018 году за чертой мог оказаться человек с доходом меньше 409 евро, то в 2019 году это уже на 32 евро больше. То есть 441 евро в месяц. А для двух взрослых с двумя детьми до 14 лет порог уровня бедности вырос на 67 евро. И теперь это 927 евро. А что же покажут данные за 2020 год? Год, когда люди теряют работу, закрывают бизнес и теряют сбережения. Показатели относительной бедности и неравенства в целом, скорее всего, понизятся. Это можно сделать из вывода кризиса 2009-2008 года, когда у нас показатели относительной бедности и неравенства уменьшились. Но это как раз-таки говорит о том, что население стало более бедным в целом. То есть те, кто хорошо зарабатывал, станут ближе к тем, кто жил на грани и получал пособия. Но, пожалуй, самый главный вопрос — а что же с этим делать? Следующий год покажет большие изменения, потому что с 1 января вступает в силу множество важных изменений. Это касается минимальных доходов. Это повлияет на больше, чем 140 тысяч людей. Минимальная пенсия, минимальные пособия, минимальная пенсия по потере кормильца, порог социальной помощи и так далее. Всё это вырастет.